В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств отчитались перед главой муниципалитета в проделанной работе. Подробности в сюжете моих коллег. На прошлой неделе в межмуниципальное управление МВД России Люберецкая поступило более 2000 обращений. Из 20 уголовных дел, возбужденных за отчетный период, 15 раскрыто по горячим следам. На территории обслуживания ведомства произошло 290 ДТП с тремя пострадавшими. Еще раз хочу обратиться к нашим гражданам, к нашим соцработникам. Я вам уже в течение третьего года здесь доложу эту информацию, что если вам позвонили с правоохранительных органов, что ваши счета там заблокированы, еще что-то, вы перезвоните своему менеджеру в банк, позвоните, если у вас нет счетов в банке. Люди идут, берут большие кредиты, там 2-3 миллиона, 5 миллионов, кому-то отправляют. Домовые чаты через все управляющие компании, в которых они созданы, нужно эту информацию доводить регулярно. Также на информационных досках, в подъездах эта информация должна быть и в транспорте. На прошлой неделе городской округ Люберцы накрыл очередной мощный снегопад. Высота снежного покрова местами достигала 25 сантиметров. На борьбу с обильными осадками вышли около тысячи дворников и около 150 единиц спецтехники. В первые два дня после снегопада, это пятница и суббота прошлой недели, особое внимание уделялось входным группам, пешеходным коммуникациям и подходам к контейнерным площадкам. После того, как была завершена работа по расчистке входных групп и пешеходных коммуникаций, она в первые два дня была завершена у нас на 99% и уже в воскресенье завершена на 100%, управляющие компании приступили к расчистке проездов и внутридомовых дорог. О ликвидации последствий погодной стихии доложили и представители дорожного хозяйства. На совещании озвучили адреса, где до сих пор требуется очистка снега. Глава городского округа поручил сделать эту работу в кратчайшие сроки. По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Подмосковье ожидается очередной снежный коллапс. Уиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.